Всем привет, с вами Алексей. Сегодня знаменательный день, я наконец-то выбрался из инди или пиксельного мира, чтобы показать вам что-нибудь такое громадное. И давайте начнем с того, что я буквально пару дней назад вспоминал для себя игру Colony Wars. Я вспоминал те счастливые дни, когда я обладал PS1, я играл, практически благотворил эту игру, что-то она мне так-то вспомнилась, и в комментариях в тот же момент написали «Посмотри игру Star Conflict». Ну что ж, я посмотрел, и это офигенно. Кажется, даже этот комментарий написал... Ой, надо вспомнить, Денис Узенко, вот, вспомнил. Специально посмотрел и практически забыл, но я вспомнил. Я не знаю, спасибо тебе огромное за то, что ты убил Мейнар на часов 8 или 10 жизни уже в эту игру, это кошмар. Игра прекрасная, это такой, как бы вам сказать, симулятор космического корабля, экшен, стрелялка. Ну, я не особо разбирался, как это характеризовать, но мне всё равно, оно классное. Итак, что ж, игра фри-то-плей, вам не нужно ни платить подписку, ни платить за саму игру, вы можете зайти через ваш Steam аккаунт и играть в неё. Ну ладно, давайте уже о игре поговорим. Ох, что это у нас? Скидки на модульные корабли. А, распродажа. Окей, первый раз заметил, нормально. Фух, что ж, сразу же, первое, что вам предложат сделать, это выбрать вашу фракцию. Фракции в игре всего три, это Ерехон, Федерация и Империя. Я играю за Федерацию, но особо каких-либо различий вообще нет. Нет, вы можете выбирать корабли любой фракции, вы можете качать перки любой фракции. Единственное, что у вас какие-то, это как-то идёт разграничение по воинам корпораций. В принципе, здесь каких-то особо ущемлений или преимуществ у какой-то фракции вообще нет. Итак, что ж, вы выбрали фракцию. Первое, что вам нужно будет сделать, это купить ваш первый корабль. У меня была Федерация, это был мой первый корабль Линкс. Маленький такой штурмовичок. Но об этом давайте уже поподробнее. Корабли делятся на три вида, на три типа. У нас есть три фракции, каждая идёт три ветки. Это, в принципе, будет знакома такая система любителям игры World of Tanks. Тут, в принципе, даже система боёв в некотором смысле похожа. Но игры сравнивать абсолютно нельзя, ни в коем случае. Это игры совершенно о разном. Итак, что-то я уже как-то отвлёкся. Итак, существует три вида кораблей. Лёгкие, штурмовики и тяжёлые. Лёгкие это маленькие корабли, которые скрытно могут укусить вас. Но они слабые, они быстрые, у них мало прочности. И оружие, ну, достойное оружие. Оно сильнее, чем у штурмовиков. Но оно всё же недостаточно такое мощное. Штурмовики это такая основная ударная сила. Они более прочные, они медленнее. Но, да, намного быстрее тяжёлых кораблей. Они наносят достаточное количество, такое порядочное количество урона. Но, как бы, в одиночку вы, например, Дендроуд вряд ли завалите. Если он только такой, то же будет плохой игрок. И последнее, что есть, это тяжёлые корабли. Это инженерные корабли. Это Дендроиды, это Дендроуды. Это снайперы. Обеспечивают помощь. Они продавливают направление. Они захватывают точки. Они стреляют сдалека. Нанося колоссальный урон. Ну, в принципе, на то они и тяжёлые корабли. Они медленные, они неповоротливые. У них в основном слабое вооружение. Но они необходимы в команде в любом случае. Ладно, что ж, с кораблем мы определились. Первое, что вам дадут, это штурмовик. У вас будет штурмовик первого ранга. Корабли делятся на 15 рангов на 5 тиров. Об этом немножко дальше поподробнее я расскажу уже в перках. Когда вы прокачиваете ранг корабля, вы открываете новые перки. Из всего, как вы видите, 15 рангов, которые поделены на 5 тиров. Каждый раз, когда вы открываете новый ранг у определённой федерации, вы открываете перки. Перки очень такое важное, как бы вам сказать, важное такое преимущество. Можно так сказать. Это основное преимущество в кораблях. Даже если вы улучшаете корабль, вы не так уж сильно получаете. И получаете какого-то бонуса, нежели вы откроете какой-нибудь перк. Перки очень значительные. Например, скорость, вот здесь, скорость восстановления щита, увеличивают максимальный объём щита. То есть, это серьёзные, серьёзные бонусы. И так каждый до 15 уровня. Вы можете выбрать только один перк в ранге, один из трёх фракций. Поэтому нужно выбирать осторожно. В принципе, вы можете его потом заменить за 50 тысяч кредитов. Это не такая большая сумма. Но всё же тратить этого не хочется. Ладно. Что у нас ещё? В принципе, практически всё, что-то я хотел ещё сказать. Да. Сама прокачка, прокачка кораблей. В каждом бою вы получаете опыт. Так называемую синергию. Которая тратится на улучшение уровня. Уровня синергии с кораблём. Давайте, наверное, сейчас найду себе какой-нибудь корабль, который можно, в принципе, улучшить. Я могу тебя улучшить. Инженер. Нет, инженер я сам так улучшал. Нужно сейчас что-нибудь найти такое подходящее, чтобы вам показать. 20 тысяч здесь. 16 500. Нет, не хватает. Сейчас я уже точно найду. Ну-ка, мой штурмовичок. Нет, здесь уже совершенно не то. Ну ладно. При улучшении уровня синергии вы открываете доступ к следующим кораблям. Корабли покупаются единоразово. Вы их продавать не можете. Они у вас остаются навсегда. Они нигде... Они нигде не занимают места. Просто они существуют в вашем корабле. Вы можете их использовать. При достижении определенного уровня вы сможете открыть следующий корабль. Вот, например, сейчас на моем штурмовике, чтобы открыть следующий корабль, мне нужен 8 уровень синергии. И точно так же потом будет так дальше и дальше. Если приходить на один рах, там, по-моему, меньше. Но здесь я такой скачок в 2 ранга сразу же большой идет. Поэтому тяжело. Вот, например, здесь мне из 8 нужно будет всего лишь 6 скачать. Будет немножко полегче. Итак, в принципе, все по кораблям, по фракциям рассказал. Все помимо... Хотя нет, кое-что еще. Помимо всего этого есть подфракции, если можно так назвать. Они помогают вам. Они дают вам определенные квесты. Они помогают вам покупать хорошее оружие. И, в принципе, все. Больше они так ни для чего не нужны. Но, в принципе, и этого достаточно. Это очень огромный плюс, если вы делаете квесты с этими фракциями. Вы постоянно получаете какой-то бонус. Как вы видите здесь, вот, если я выполню сейчас 3 квесты, я получу 7500. Давайте их, наверное, сразу же возьмем. На всякий случай, чтобы я не терялся особо. И, в принципе, можно уже вылетать. Что я хотел сказать еще хорошего? Хотел сказать... А, давайте, наверное, уже поговорим о кораблях. То как-то все мельком да мельком. Сейчас я поставлю корабль, который мне нужен. Мне нужен легкий корабль из империи. Вот, кстати, я могу сейчас на нем поднять синергию. Точнее, поднять уровень синергии. Вот, как вы видите, в моей характеристике там... Выживаемость 6200, скорость 264, дальность 7500. И вот, когда я поднимаю, лучший уровень. Вот у меня выживаемость 6383, скорость 200... А, скорость осталась. Дальность радара 7800. Странно. Все поставалось. Но это дает какой-то бонус. Но этот бонус незначителен. То есть, как бы вам сказать, когда вы прокачиваете корабль, он, ну, не особо улучшается. Нет такой огромной разницы. Единственная разница, которая такая может быть самая такая огромная, что я заметил, это в оружии. Вот, например, у меня сейчас стоит синее оружие. То есть, редкое оружие, которое я получил за счет за... Как же оно... Ой, за репутацию с Армады. То есть, я выбрал Армаду себе, фракцию, и я взял. И за счет того, что я поднял с ней репутацию, я получил это оружие. Так, давайте еще я здесь покажу, какие вообще бывают типы вещей. Я помню, у меня на моем штурмаяке стоят вещи. Вот. Здесь это очень хорошо показано. Существует два вида первых, то есть, белых вещей. Это МК-1, МК-2. Они немножко различаются. Дальше идет армейские зеленые вещи. Потом вещь фиолетовая, ой, синяя, которую вы получаете за репутацию, которую нужно только купить. Есть премиумная вещь, которая покупается за кредиты. То есть, вот видите, разница между зеленой вещью, это самые такие распространенные и премиумные, буквально 2%. Это сущая мелочь. И есть самая крутая вещь. Это фиолетовая вещь, экспериментальная, которую вы можете очень редко найти в трофеях, но это уже после боя. Ладно, что ж, давайте начнем. Я уберу линкс, хотя пускай у меня остается. Нет, я не хочу покупать себе другой слот. Ну что ж, контракт я взял. Все, можно отправиться в бой. Мы сейчас посмотрим PvP аспект игры, а потом уже в следующий раз я покажу вам PvE. PvE здесь жизнеспособная, но, по-моему, здесь даже больше всего игроков поиграют именно в этом режиме. PvP, по-моему, как-то поменьше. Вот, как видите, мы ожидаем. Все, еще ожидаем. Ну ладно, пока такой момент, еще расскажу. В игре присутствует элемент обучения, но он настолько скупой, там буквально рассказывают про несколько интерфейсов, немножко рассказывают про интерфейсов, в обучении вас обучают летать, стрелять, но этого мелочь. Я, причем, несколько раз, точнее, пришлось лезть в настройки, чтобы посмотреть, как же сменить цель. О, я капитан команды. Вот, да, неприятно. Я капитан команды. Режим боя, разведка боем. То есть мы, у каждой команды есть по одному капитану, который, если, который умирает, о, ваш, точнее, корабли, союзников, не могут воскрешаться. То есть они всегда возвращаются, они гибнут, возвращаются каждый раз, когда, вот, если, если не погибаю, то есть если я, если я еще живой. Фух, ну что ж, у нас такой быстренький, легкий, эм, шторм, такой перехватчик, поэтому нам нужно держаться подальше. А, вот, да, дружище. Я не думаю, что он далеко уйдет. Где-то нас еще здесь. Нас прикрывает инженерный корабль, поэтому я ничего не боюсь, совершенно ничего не боюсь. Как видите, у меня здоровье практически не тратится. Мы от всех отстрелили, отбились. Я аккуратно стоял за углом. Ну, даже избил кого-то. Все прекрасно, экшона вполне хватает. Пока мы прячемся за астероидом, наши ребята пытаются продавить вражеского капитана. Эм, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Почему я не могу взять? А, ух, все, в порядок. Сейчас мы тебя уже заплюем. Все, в порядок. Дали асист. Хорошо. Я, конечно, бы хотел с радостью показать вам такой экшон, но я капитан, мне нужно не подводить свою команду, мне нужно стоять о стороне. вот наш инженер вот как инженеры это такие вспомогательные суда они повышают щиты они повышают регенерацию корпуса ремонт в принципе они как помощники что наши наши ребята собираются вообще его валить про а его уже сбили позже мы что и торможу вот тогда мы можем совершенно не теряться уже мы можем лететь там осталось буквально два корабля сейчас мы прожмем основную способность это у нас варп движок я не успел а сейчас уже последнего завалим я думаю о отлично мы и добили все нам даже дали немножко медалей медали здесь напоминаю систему of thrift of sand чем-то мне уж это как-то приглянулось и что же мы мы начинаем поиск ценностей что это значит когда мы расследуем определенную точку мы можем получить зеленые вещи фиолетовые вещи и кредиты или просто репутацию с нашей фракции так я не помню где у нас здесь были основные замесы поэтому будем искать наугад так мы получили контролер ой хороший лазер вы хоть бы посмотрю хоть бы найти да мы нашли армейский усилитель я специально хотел специально сказал чтобы вам показать мы получаем то есть здесь мы можем вытянуть забыть просто бесплатно за с 10 процентным шансом или мы можем с 30 процентным шансом за кредиты попытаться его вытянуть уже более уверенно зеленые вещи да как и фиолетовый первый тир вообще нет смысла доставать так поэтому мы пытаемся просто так бесплатно но мы его зафейлили поэтому мы ничего хорошего не получили как видите здесь куча медалей мне дали что это у нас два корабля за 15 секунд и 3 корабля в одном сражении всем порядок ладно что же закончили мы получили мы выполнили несколько заданий которые нам предлагала так прекратите ребята мы бы выполнили несколько заданий которые нам придут как укатку которые мы взяли по контрактам мы получали репутации с этой фракцией мы получили кредиты за наш бой за наш прошлый бой и что и все в принципе тут у на этом уже такой обучающий pvp и pvp аспект закончен и давай нет наверное я уже рассказывать про это все не буду потому что это здесь куча модулей вы я думаю если вы захотите поиграть а я больше чем уверен что ну эту игру нельзя пройти мимо вы посмотрите уже лично я в принципе рассказал практически все единственное что как-то уж получится так что расскажу то что ракету модули вот эти вот можно покупать только точнее модули вы можете ставить немножко улучшены сразу тут как бы у меня стоит вообще уже синий то есть за репутацию и точно так же можно поставить припасы то есть припасы стоят буквально 100 кредитов за бой мы вытянули ай жалко я уже закрыл за бой мы наверное вытянули 1010 12 поэтому потратить лишнюю сотню не как бы не жалко точно так же нужно ставить ракеты ракета он сколько 80 стоит поэтому их ставить можно каждый раз ну что ж я думаю на этом все я бы рассказал пока что все по поводу интерфейса по поводу pvp режима pvp режимов там куча это не только капитан точнее битва капитанов то есть там огромнейшее количество в следующий раз я думаю уже окунусь в пве аспект покажу вам каком пве миссию интересную но сейчас хватит что ж всем спасибо за просмотр всем пока